Друзья, меня зовут Антон Рожновский и я вас всех приветствую на серии уроков, посвященных основам трейдинга. В этой первой части мы с вами рассмотрим очень важный вопрос, что вообще такое трейдинг, как на этом зарабатывают, из чего складывается ваша прибыль, если вы стали трейдером. Для начала я скажу, что трейдингом я занимаюсь уже с 2010 года, то есть мой стаж в этой сфере составляет уже 11 лет, даже немножко больше. Как и многие в этой сфере, в самом старте своего пути я допустил достаточно большое количество ошибок, я даже бы сказал критических, от которых я и постараюсь вас избавить в этой небольшой серии курса для трейдера-новичка. Итак, что же такое трейдинг, простыми словами? Во-первых, это умение зарабатывать на любом, даже незначительном колебании курсов. Если сравнивать трейдинг с инвестициями, то в инвестициях вам необходимо проанализировать акцию, купить ее желательно по наименьшей стоимости и, соответственно, несколько лет ждать, пока она принесет вам 10-15% прибыли. Соответственно, вместе с ростом стоимости акции зарабатывает и инвестор. Это очень долгий путь, очень скучный и приносит он катастрофически мало денег, если сравнивать с трейдингом. А вот в трейдинге уже появляется такая фишка под названием кредитное плечо, которая позволяет нам покупать намного больше, если сравнивать с акциями, то намного больше акций, чем есть у нас в кошельке. Чаще всего современные трейдеры используют более современные инструменты, так называемые валютные пары и криптоинструменты. Волатильности или движения этих финансовых инструментов обычно достаточно для того, чтобы вы зарабатывали деньги прямо сегодня, прямо сейчас. То есть, если мы берем банально валютные или криптопары, то заработок от того, как вы открыли позицию, до того, как вы закрыли с прибылью, может составлять буквально 15 минут. Это, конечно же, будет зависеть от вашего умения анализировать рынок, но это возможно и я это очень часто практикую. За счет того, что брокеры предоставляют трейдерам кредитное плечо, вы можете купить банально 1 рубль, на выходе получить 5. То есть, брокер как бы дает нам некую денежку в долг, благодаря которой мы можем покупать больше объема. Соответственно, если мы покупаем больше объема, ну, к примеру, можно взять мешок картошки, то, соответственно, продав этот мешок картошкой потом по более высокой цене, мы получим большую разницу, то есть большее количество денег на выходе. Вся эта прибыль будет наша, мы просто отдадим этот мешок картошке обратно брокеру. Очень важный момент, чтобы вы не пугались кредитного плеча. Если вдруг вы ошиблись в своей позиции, то брокер просто до того момента, пока этот мешок картошки будет задействован в торговле, он его будет забирать. Поэтому здесь все происходит автоматически, бояться этого незачем. Единственный момент, чем больше кредитное плечо, чем больше картошки вы используете, тем, соответственно, больше вы рискуете своими деньгами. Дальше, что очень важно в трейдинге, это то, что он доступен каждому. Вам достаточно открыть счет у российского или зарубежного брокера. Эти брокеры предоставляют вам выход на международный рынок, соответственно, там, через эти площадки вы, соответственно, можете покупать и продавать валюты, криптовалюты между всеми участниками этой площадки. Брокер просто берет комиссию. Для того, чтобы стать трейдером, не нужно получать образование, не нужен какой-то диплом. Достаточно просто открыть счет, зарегистрироваться на сайте у брокера, после чего вам будет предоставлен весь доступ к торгам. Кроме того, что самое интересное, валютный рынок Форекс, он круглосуточный. Единственное время, когда он уходит на выходные, это, соответственно, суббота и воскресенье. Очень привычный график для большинства из нас. А вот если говорить про криптовалюты, то они не закрываются вообще никогда. Торговля производится также круглосуточно с нуля часов до нуля часов и, соответственно, никакого закрытия на выходные здесь нет. То есть вы можете торговать и в субботу, и в воскресенье. В зависимости от того, какого брокера вы выберете, у вас будет определенный трейдерский софт и непосредственно свое кредитное плечо и торговые условия. Об этом мы поговорим чуть ниже, когда будем выбирать брокеров и тип торгового счета. Сейчас важно понимать, что для того, чтобы стать трейдером, действительно достаточно всего лишь трех минут. Следующий вопрос, который может волновать многих инвесторов. А как так получается, что трейдеры зарабатывают, когда курс инструмента падает, а инвесторы на этом теряют? Вот давайте немножко на эту тему тоже поговорим. Итак, в трейдинге вы можете купить и продать абсолютно любой актив. И в любом из этих вариантов заработать. Нам это позволяет делать базовая и котируемая валюта. То есть у нас в трейдинге любой инструмент состоит из котируемого и основного. Давайте представим обычная валютная пара евро и доллар. Евро здесь выступает основной валютой, доллар соответственно котируемый. Что это означает? Это означает, что мы измеряем стоимость валюты евро в американских долларах. Соответственно, если валютная пара евро-доллар растет, соответственно евро становится дороже, чем доллар. Если вы купили евро-доллар, то вы зарабатываете, потому что он растет, соответственно вы купили евро. Если же вы хотите продать евро-доллар, то вы покупаете котируемую валюту, то есть доллар. Таким образом, если евро-доллар падает, то в этот момент растет доллар по отношению к евро. Таким образом, вы, продав евро-доллар, по сути дела, купили доллар. Таким образом, за счет того, что мы здесь, конечно же, тоже покупаем, но либо основную, либо котируемую валюту, мы зарабатываем в любом направлении, если, конечно, мы это направление угадали. Давайте теперь рассмотрим небольшой пример на графике, чтобы вам плюс-минус этот принцип, этот механизм заработка был понятен. Итак, давайте перенесемся на наш рабочий терминал, с которым в итоге, в общем-то, придется и работать любому трейдеру. Он называется MetaTrader, и о нем мы подробно тоже будем разговаривать. Сейчас мы с вами можем увидеть валютную пару фунт-доллар, которая отображается различными вариантами. Наверное, ближе всем это свечи. Японские, да, вот так вот они у нас выглядят в трейдинге, ничего тут поджигать не нужно. И, соответственно, эти свечи позволяют нам определить, где была цена в определенный момент времени. То есть мы можем отметить, к примеру, что в четверг она у нас выросла в какой-то момент до определенного отрезка и потом упала. Вот в трейдинге мы можем за один день заработать и на росте, да, то есть если мы в этих точках где-то купили, соответственно, здесь продали, мы смогли здесь непосредственно заработать на покупке. То есть мы купили дешевле, продали дороже. То же самое история, только наоборот. Здесь, если мы подразумеваем, но здесь вряд ли можно было бы это подразумевать, можно переключить таймфрейм. И вот, допустим, сейчас вот уже это более понятно. Здесь мы понимали, что складываются некие сигналы для того, чтобы здесь можно было продать. Соответственно, в этой точке мы имеем возможность продать фунт-доллар. Это фунт-доллар. То есть здесь у нас уже основная пара, это английский фунт. И, соответственно, котируемая пара американский доллар. Таким образом, здесь мы имеем возможность продать фунт-доллар. Таким образом, мы покупаем здесь доллар и на этом зарабатываем. То есть вот это снижение мы также на нем можем заработать. И под конец дня у нас будут две позиции Одна прибыльная позиция на покупку, другая прибыльная позиция на продажу Большинство инвесторов здесь бы не заработало вообще ничего Ну вот представим, я сейчас сужу график Открытие состоялось по цене 1.3533, а закрытие буквально чуть выше То есть вот здесь максимум, что могли бы заработать, это то, чтобы отдать своему брокеру комиссию Трейдер здесь уже бы ездил на Феррари Ну в зависимости от количества его денег соответственно и размера его кредитного плеча конечно же Теперь давайте немножко порисуем, что вообще такое трейдинг Мы с вами видим некую шкалу, у нас есть шкала под названием время и шкала под названием цена Задача любого трейдера по сути это дело, это выгодно купить То есть покупаем дешевле, чем потом в итоге продаем В трейдинге мы можем с вами зарабатывать как на повышении, так и понижении курса Соответственно чем выше растет цена, если мы здесь в этой точке купили, тем больше прибыли мы с вами получаем То есть в любой момент мы можем эту позицию закрыть и получить свою прибыль В данной ситуации, если мы торгуем банально валютной парой евро-доллар Я вот одними цифрами, буковками обозначу Соответственно если у нас курс растет, то мы покупаем евро Если мы предполагаем дальнейшее снижение этого инструмента, то мы соответственно покупаем доллар Таким образом на повышении мы зарабатываем и мы зарабатываем конечно же на снижении курса Потому что в любом из этих вариантов мы покупаем либо одну валюту, либо другую И также за счет кредитного плеча мы конечно же можем здесь зарабатывать куда больше Ну представим, что у нас есть всего лишь 100 долларов на счете Мы решили продать евро-доллар, таким образом мы покупаем доллар За счет кредитного плеча у нас есть возможность соответственно торговать на куда большую сумму То есть мы покупаем доллар не на 100 баксов, а на 10 тысяч долларов При росте стоимости курса хотя бы на 1% в течение дня Мы получаем не 1 доллар от нашего капитала, а от соответственно 10 тысяч После того как мы эту прибыль получим, брокер спокойно заберет свои оставшиеся деньги То есть 9900 долларов Брокер зарабатывает исключительно на комиссии за открытие сделки Если вдруг вы эти деньги потеряете, то он их закроет принудительно, эту позицию А свои деньги заберет То есть вы здесь, я хочу напомнить, ничем не рискуете Наверное основное, что вы должны запомнить из этой части урока Это то, что здесь вы можете и покупать и продавать за счет основной и котируемой валюты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!